Можно мастерами, можно стикерами, можно кучкой писать и прямо на карте их картировать и подписывать. На эту задачу у нас с вами тоже 5 минут. Быстро действуем, отмечаем проблемы места на карте. Шаг номер 2. Поехали. А давайте я даже какая? Нет, вот этот. 5. Мало, но добавили, если что. Давайте 8 минут. Мало, но добавили задачи. Пес reputations. Песня. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 В vitamines смотрит — проверка связи. Отлично. Следующее задание наше очень простое на самом деле. Нам надо сформулировать три задачи проекта. Что мы хотим добиться этим проектом и о чем у нас будет? Потому что мы не будем про брусчатку с вами, и скамейки, мы с вами про городские изменения, да? Думаем сегодня. Примеры задач могут быть разные. Может быть, вы хотите создать новые места для подростков и вовлечь их в городскую жизнь. Это может быть задачи, которые мы можем через этот проект решать. Может быть, вы хотите создать новый образ городского центра. И тоже это может быть наша задача. Может быть, нужно как-то идентичность и память города раскрыть и проявить в этих пространствах. Тоже может быть наша задача. Может быть, увеличить освещение, озеленение и вообще комплексное благоустройство. Как-то пересмотреть. Может, нам из двора в музее чудо-сад какой-то сделать. То есть я не знаю, знаете вы. И вы, пожалуйста, напишите основные три задачи по развитию этого проекта. Понятно? Да, что делать? Модераторы еще подскажут. Время пошло. На это 6 минут у нас. 6 минут это не было. Продолжение следует... 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 Все понятно? Поехали на эту задачу 15 минут. Что вам нравится? Что не нравится? Давайте быстрее. Что вам нравится? Что нравится? Можно и в салат в музей. Мы театр или музей. Мы театр или музей. Да. Очень нравится. Очень нравится. Почему? Марьин. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 что может появиться на территории музея. Территорию музея было устроить надо, конечно. Не всем нравится место стоянки трактора, там не вписывается. Эту территорию надо, по-вашему, я не могу выразиться, как правильно будет, как экскурсионная зона развития района. Начиная, наверное, хотя бы с Октябрьской революции. Создание колхозов, неприятные моменты, репрессии там, война, нефтяники пришли, партия, что закрылась, может, не надо. Музей под открытым небом, да. Но наше основное желание, это наша группа, увековечить память репрессированных. Этот вопрос уже давно усиливается в нашем районе. было решение Совета городского о выделении земельного участка. Там стоит даже фундамент. Вот этот вопрос не надо, пускай, пожалуйста. Для сведения, кого интересует, из нашего района было репрессировано 697 человек, которые получили срок. Из них 64 человека приговорили к высшей мере на Казани. Вот один пример я скажу. Абзанов Шамси Садыревич, 1894 года, урожен из деревни Киреева. В те времена работал директором научно-исследовательского института сельского хозяйства, профессор, доктор наук. Он разве не заслуживает? Это один пример. Из некоторых семей по 8 человек репрессировано. Семьи многодетные тогда. Добавить надо к ним еще 5-6 человек, так ведь? Если из этой семьи 8 здоровых мужиков, кто кормил Россию, репрессировали. С ними параллельно по 5-6 человек. Получается 50 человек. Как должна поменяться улица Октябрьская? Останавливается на том, что улицу Октябрьскую перекрыть надо. Зона отдыха сделает. Но тогда придется открывать улицу Крестьянскую. Потому что очень нагружена Октябрьская и Майковская обоида. Что может явиться на центральной площади? Центральная площадь хорошо освещать надо, оригинально. Его закрывать не надо, его заполнять чем-то не надо. Потому что там и магазин, машин много бывает. Если мы Октябрьскую еще закроем, в настоящее время, летом Октябрьской улице, машина ставит проблематично уже. Если мы его закроем еще, машина не убавляется, они больше становятся. Если крестьянскую не откроем, очень правильно, отлично будет выезд с Ленина, с Азина на Ленина. Что в нашем еще остальном? То есть это торговый центр юбилея, не сказали? Торговый центр юбилея. Юбилея, фасад его надо менять и в порядок привести, и подсетку сделают, как делают сейчас в больших городах, снизу вверх, тем более напротив администрации стоит, это привести нам в порядок. Чтобы у здания был облик соответствующей площади. Все рекламные щиты убрать. Все рекламные щиты убрать. Как честненько заставить вот это, другой вопрос. Получается, может быть, у группы какие-то дополнения есть еще, важные, которые важно отметить дополнительно? Вот здесь как раз люди того поколения, которые на концерты ходят. Здесь тоже занимать чем-то нельзя. Во время концерта там полная площадь, машина. Там открытая сцена есть, так и в прошлом году только поставили. Про концерты, народ собирается, там небольшая ярмарочная площадь получается, буфеты открывают. Эта площадь открытая сцена. Получит несет с вами слово, не только во время крупных мероприятий. И маленькие мероприятия тоже на себя принимает площадь. Это 22-е, допустим, июня, автопробеги. Маленькие мероприятия, но все равно они все работают в этом боевой трудовой славе. Поэтому лишних вещей на площадь не хочется. Ну или чтобы это можно было убрать их, правильно понимаете? Если не надо заставлять загружать, такое посредство. Ну, постоянно ставить, убирать, это тоже нереально. А то я там еще не нарослели. Мне кажется. Если азелелит там вокруг может быть. Обычно мы то, что стадию мы убираем, один раз убираем, потом мы его уже не ставим. Да, я не знаю. И он сломается, ребят, не в том же месте. Вопрос в группе, можно ли вы что-то еще хотите добавить, наполнить что-то? Временно вы что-то сказали? Да. То есть вопрос в группе по поводу перекрытия улицы. Вы сказали, что лучше перекрыть, но при этом открыть улицу вот здесь. Вот нашу, в христианскую. А что должно появиться в этом месте? Вот это... Да, если мы перекрываем, что у нас там сделать? Пищеводная зона и зона отдыха. Связанный парк и территория музея. Там выходом на елочную площадь. Вроде выход будет на елочную площадь, да? Да. С территорией музея. Ну, с территории музея хотелось бы сделать выход на елочную площадь, вот так как-то связать это все. И здесь хотелось бы связать их, конечно же, тоже хорошо. Чтоб население могло гордиться историей развития своего района. Именно района, не города, а района. И города и района. Города и района. Вот такую площадь хочется видеть возле музея. Наша группа об этом тоже говорила точно так же. Музей под открытым небом с выставкой там. Сахи начинаем, разные виды тракторов. Да. Может там танки, пушки и так далее. Но! Но опять, мы один танк тащили полтора года. И по деньгам и так, это не так просто. Вопрос, когда, может быть, вы согласитесь, помочь по смыслам спроектировать это дополнение вот этого двора, ну, музея, да? Для того, чтобы там все вот эти вещи появились важные, в пехе района, истории района появились. Чтобы мы эту информацию, может быть, вместе с вами как-то посмотрели. Что там должно быть? Да, что должно быть, вот детально спроектировать. И будет ли такая возможность подключиться к разработке этого проекта? Конечно. Ну, не в упрек молодежи. Вот Миша Докзанович уже подчеркнул. Вот это старшее поколение никогда не будет уже. До истории некому будет, наверное, мне так кажется. Нет креветов молодых. Это не разве тогда получается? Нет. У них интересы другие сейчас. Нет, здесь... Надо делать так, чтобы они не сосредоединились. Вы же можете подсказать, какой трактор, что, как? Саха, не саха, кузница, не кузница? Что, сможем, поможем. Спасибо огромное. Тогда я попрошу коллег в контакт. Если можно, мы с ним не смотрим, что и засказаться, ладно? Спасибо большое первой группе. Давайте поблагодарим. Мы приглашаем сейчас следующую группу. Кто готов выступить? Выходите, пожалуйста, к нам. Может быть, там кто-то? Ваша группа, да? Давайте, идите. Я напоминаю, что у нас есть по времени 6 минут на выступление. И вопросы. Вот здесь, вы видите на слайде. Кто был в вашей группе? Главная задача проекта? Что может появиться на территории музея? Что может появиться на улице и на площади? Микрофон вот здесь лежит около... Да, пожалуйста. Всем добрый вечер. Коллеги, давайте сделаем переключку. Да, связь. Держим связь. Давайте слушать друг друга внимательно, просто чтобы выступать было интересно. Потому что очень сложно, когда все разговаривают. Это делать. Пожалуйста. Отдел культуры. Мы внимательно послушали фильм выступающих. Очень много точек соприкосновения нашлось. Ну, давайте по очереди. Ну, значит, отдел культуры. Главная задача проекта. Ну, конечно, все облагородить. Сохраняя все эти назначения. Так, что может появиться на территории музея? На территории музея мы тоже так же думали, что музея под открытым нервом. Единственная поправочка. Может быть, фотографии, как это место историческое выглядело раньше, и современные фотографии. Да, вот что-то в этом роде. Плюс, ну, вот в этом вот, вот в этом вот, вот в этой части. Плюс, хотелось бы туда внести какую-то зону каких-то, какого-то релакса, может быть, даже какие-то... скамейки-качели для взрослых, нет, для детей, вот, для комфорта. Ну, и туда какие-то арт-объекты. Там выбираем. Да, там выбираем. Поскольку рядышком две военные, два военных уже объекта имеются, мне кажется, нам так показалось, что там, там, как бы, несколько излишне. Так, дальше что? Как должна поменяться улица Октябрьская? Улица Октябрьская, мы вот долго думали, спор у нас решилась. Такое, что все-таки вот третий вариант, где и пешеходная зона сохраняется, и улица открытая, и машины ездят. Вот, как-то больше вот к этой стороне спланились. А поскольку машин меньше не становится, рядышком и садик, и школа, если здесь закрыть, даже, ну, как бы, нагрузка возрастает на эти улицы. Вот, есть такое желание эту улицу переименовать, да, чтобы это была какая-то такая комфортная прогулочная зона, и внести здесь, вот, мы отталкиваемся от этого сквера, который вот около банка ПТП находится, там очень красивая рябина, да, улица называется у нас Октябрьская, рябина, как-то они так вот между собой сочетаются по названию, и внести какой-то единый объект, либо рябина, либо лист, ну, что-то такое. Ну, вот, найти вот в этом направлении. Так, так должна понять улица, потому что, вроде бы, сказали, что может появиться на центральной площади. Но центральная площадь, в первую очередь, она перед администрацией, то есть перед администрацией ставят какие-то объекты, что-то не очень красиво. Потом, здесь стоит шикарная сцена, то есть это место уже для общественных мероприятий. Единственное, можно в вазонах вокруг какие-то декоративные деревца и что-то так, то есть не закрывать, а что-то такое мобильное, но вместе с этим зеленое и красивое. Вот, потом очень много разговоров все-таки у нас было про транспорт, что транспорт и перед торговым центром, и, получается, сбоку администрации по Октябрьской улице вполне себе очень хаотично. И вот, например, я в школе искусств работаю, да, и мы всегда переживаем за этот кусочек, потому что наши дети ходят отсюда. Здесь какой-то такой коллапс, может быть, имеет смысл, туда какие-то бордюры. Упорядочить движения, чтобы это было не хаотично, и вдоль торгового центра, и вот перед администрацией, чтобы это было как-то вот... И не просто разметка их, а как-то... Да, вот именно вот бордюры хотя бы что-то... Границу какую-то сформировать, где можно проехать, где нельзя. Да, да, да. Я боюсь, что я что-то забыла, по-моему, все. Может быть, есть и группа дополнения тогда? Может, я что-то забыла? Мы очень много говорили. Смотрите, тогда у меня вопрос, если можно, такое по музею. А что в самом музее внутри может происходить? Вот мы про это не поговорили. Еще раз. Что в самом музее внутри может меняться? Вот на втором этаже, где мы находимся, что тут может меняться, появляться новое в рамках развития территории музея? Я предполагаю, здесь... Мы как-то даже это особо не зашкакивали, да? Но Демирана, я думаю, разберется. Но я думаю, что тут будет продолжение музея. Может, это именно какой-то по этнографии здесь будет? Потому что внизу природная зона, а здесь вероятная этнография. Поэтому как-то вопрос остро не стоял. Ну и Василий, вот этому дворику, который вот в музее... То есть это же дворик, который будет объединять вот эту новую зону, и улицу Октябрьскую, и вот этот парк. Вот эта вот часть парка, она в облоте стоит. Здесь всегда собирается вода. То есть вот этот момент нужно обучить. Вот мы вот сегодня об этом говорили. И вот эта вот проходная часть, вот эту дворику, в любом случае, и часть у нас проходной. То есть это уже взаимосвязано. Спасибо большое. Наталья, у вас есть вопрос? Да, можно микрофон? Да, можно микрофон. Я возьму этот, но сразу верну участников. Мне хотелось попросить вас, может быть, больше рассказать про вариант 2. На самом деле, когда мы... Вариант 2 для улицы Октябрьской. Когда мы обсуждали этот вопрос в команде, многим участникам понравился вариант с частичным перекрытием улицы Октябрьской. И речь шла о том, что если мы работаем с улицей с судом, то такой вариант тоже можно обсудить. Вот я бы попросила вас чуть подробнее про это рассказать. Ну, так же, вот, как первая группа выступала, мы посмотрели, как называется небольшая улица. Она называется улица Крестьянская. То есть не со стороны администрации, вот, парк, а с другой стороны. Если уж выйдет такая необходимость перекрывать здесь парк, ну, значит, надо открывать улицу, которая вот, вот, и выстроена парк, чтобы как-то разгрузить. Машин меньше не становится, машин только больше. По-моему, нет, все равно. Понятно. Группа есть дополнения? Нет, нет. Спасибо большое. Спасибо огромное. Давайте помогли. И приглашаем следующую группу. Значит, напоминаю, кто был в вашей группе. Основные задачи развития, вообще территории, комплексы, да, задачи проекта. Как может поменяться территория у музея, улица Октябрьская и что может появиться на центральной площади. Так, микрофон будет здесь. Пожалуйста, микрофон. Так, друзья, внимание, у нас презентует следующая группа. Всем добрый вечер. Как это названо, да? Ну, просто. Кто был в группе? В нашей группе были, значит, администрация города, администрация района и ШТХ. Так, каждый шаг, да? Да. Ну, лучше рассказать задачи. У нас просто не хватит времени на каждый шаг. Важно рассказать задачи основные, что мы будем делать, и предложения по каждой из территорий. Важная задача. То есть, задача нашего проекта, да. То есть, ну, как и многие говорят, это освещение, в принципе. На сегодняшний день оно немного слабовато. Так, и везде, в принципе, не в целом даже очень плохо. То есть, это освещение должно быть таким легким, каким-то энергосберегающим, как вот мы сейчас делаем на реализуемом проекте. Изменение стиля озеленения. Очень бы хотелось это сделать в плане того, что хочется попробовать добавить ТПАР. Я не знаю, что это ТПАР. Это зеленое искусство вырезанных, ну, стрижка газонов. То есть, какую-то фигуру вырезаем. Какая еще задача? Создание безопасного туристического такого некого маршрута. Допустим, мы смотрели от территории гостиницы, человек приехал с вокзала в гостиницу, и какой-то некий туристический маршрут для похода в парк, музей, ну, может быть, даже на елочку. То есть, такой, он должен быть неким безопасным. То есть, пройтись спокойно, либо с коляской семьей, либо с самим. Можно даже на елочку. Пошел по городскому центру. То есть, он должен быть понятным и в целом безопасным. Как для пешехода, так для коляцочника, для велосипедистов, чтобы не было пересечения с машиной, и прямо рядом с ним. Ну, следующее, наверное, что мы будем рассматривать. Территорию Кривейческого музея. Как она может измениться и развиваться? Территория Кривейческого музея. Нашумевший танк. Если есть возможность. Вот эту территорию открыть и сделать, ну, если так уж повелось бы, танк у нас здесь, нашу есть трактор, сделать некую выставку военной техники, либо какой-нибудь вообще техники. То есть, танк у нас сюда, сделать эту территорию открытую. Вход добавить здесь, убрать заборы. Ну, рассматриваем два решения, да? То есть, перекрытие полностью и перекрытие частично. Да, а по музею все, да, сказали? По музею все. Ну, можно, наверное, чуть-чуть совпадать. Ну, хорошо. Или сразу? Ну, давай сразу. Сразу все идеи в музее. Здесь, значит, очень бы важно было сделать некую такую выставочную зону. То есть, творческие какие-то вещи, выставки рисунков, картин, как местных каких-то мастеров, так и приезжих. Ну, соответственно, зона отдыха со скамейками, с освещением, озеленением хорошим. И очень бы хотелось применить уличный кинотеатр. Вот здесь к фасаду, да, пристроить его, получается? Да, сделать ну, либо плакат какой-то навесной, там, как прожектора в будущем. Соответственно, здесь эта зона будет отдыха загружаться на просмотр. Как и в тематических вечерах, либо просто фильм. У нас, конечно, либо обычный кинотеатр с нехватывается. Да, да, на фасаде. На улице не подходите. Научитесь и доставки. Так, хорошо. Улица Октябрьская. В самом музее можно сделать как его назвал? Каворки. Каворки. Для кого? Для взрослых тоже? В принципе, да. То есть, это для любого типа населения. Это... Вот хочется поработать. Часто более... Мы научились вдалёво работать. Многие. То есть, хочется посидеть, поработать за компьютером. И хочется дома мешают дети. И хочется в кафе мешают мужу. Там, в шургах. А здесь собраться с такими же творческими. То есть, занимание территории. То есть, методка музея и функция третьего места в музее может появляться. Чтобы люди сюда приходили провести как-то время. Как и зона отдыха. Здесь, чтобы можно было отдохнуть, провести и творческие вечера, так и рабочие моменты. То есть, и днём, и вечером. Ну, что ж, не надо? Так, перекрытие. Ну, в принципе, наверное, большому счёту всё. Ну, соответственно, вход, управление заводов, ну, и озеленение вообще рассмотреть. И какое-то надо разделение, конечно, всё равно сделать между МКД и территорией музея. Чтобы этот двор не превратился плавно в территорию этого двора. То есть, они не сделали из своего двора дополнительную. Твор музея, да. По времени вы должны ускорять немножко, да. А у Октябрьской похожее? По Октябрьской значит, первый вариант это перекрытие. В принципе, мы видим сильные столбики. То есть, объединение парка и музея как единого целого. То есть, как парк зайдёт в музей, так и музей выйдет в парк. То есть, это всё заживёт. Соответственно, территория музея заживёт. Снова, соответственно, уменьшение транспортного потока. Если она, в принципе, это перекрытие ко второму, если она, в принципе, невозможно перекрыть, либо не осматривает этот вариант, то хотя бы перекрытие частично можно сделать. То есть, устанавливаем здесь или здесь знаки кирпича, пользуется эта дорога, можно будет вот в этом положении, но тоже закрывается частично, и использовать для транспорта с 7 утра до 7 вечера. Соответственно, с 7 вечера до 7 утра он туда, он не будет ездить. И выходные праздники, соответственно. Кстати, компромиссный вариант. Мы в этом не думали. Часы пик, да? Часы пик, рабочий день. То есть, движение, что-то вот там, когда вся эта карта стена, а выходные, это наша пришлённая зона. Можно так и тестово даже запускать, попробовать, действительно. Какой-то сдаёт универсальный дизайн, который позволит то и то реализовывать. Да? Хорошо. Если по улице всё или что-то ещё есть, что-то по улице? Ну, в принципе, ну, хаотичность парковки, да. И как-то вот у нас в музее уже, в принципе, внешне, да, фасад какой-то хорошо здания. Это тоже хорошее здание. Это замечательное здание. А вот это непонятное фасад. То есть, как бы хотелось привлечь собственника к этому зданию, внести свою лепту, сделать какой-то красивый фасад. Соответственно, всю егошнюю территорию тоже как-то преподнести она никогда не используется. Соединить её с этой территорией? Да, сделать её тоже оживлённой. И площадь? Ну, это, соответственно, газонная тема это у нас ДПР. Два площади хаотичность парковок. Что здесь, а мы ещё вот это за мной, кстати, рассматривали и пока... Ну, вы скажите, вы рассматриваете, что вы здесь считаете, что вы сделаете? Ну, только дело, что пока не знаем. Но она тоже очень хорошая территория, никак не используется. Раньше был здесь фонтанчик. Сейчас здесь просто площадка из плитки. То есть, её включить, предложить на неё какие-то решения по парковке? Здесь упорядочить парковку или что-то ещё сделать? Нет, упорядочить надо здесь парковку. Эту территорию мы всё-таки рассматриваем так, что наша ёблочная территория будет как бы развлекательной. здесь более вопросов? Нет вопросов? Нет. Спасибо, очень подробная презентация. Давайте поблагодарим группу. У нас входит следующая группа, давайте, послушайте. А потом вы, простите, пожалуйста, вы следующие, мы просто ребятами раньше уже отбухали физически, сигнализировали, что они готовы поступать. Так, да, микрофон, пожалуйста, возьмите. Поехали. Кто был в вашей группе? Добрый вечер, здравствуйте, зовут меня Артур, наша группа молодёжный совет, так скажем, мы все собрались из разных мест, все абсолютно с разными идеями, поэтому задача проекта оптимизировать территорию данную, оптимизировать в плане чего? В плане парковок. Начнём. Раз парковка, непонятно. Два парковка, непонятно. Вот здесь вот между вот этими зданиями, помогите, пожалуйста, администрация, это какое у нас здание? Финнуправление. Умывление сельского хозяйства и Финнуправление. И в Финнуправлении здесь тоже огромная территория, вообще абсолютно не используются, стоит 2-3 машины как бы, и такая большая площадь. То есть, как бы, ну, как-то её, плюс вот эти вот гаражи здесь тоже, столько, наверное, машин нету, сколько здесь гаражей. Начнём с этого. Вот. Задача проекта. Нам с ребятами очень было, полемика возникла по поводу вот данного танка. Тоже мы не видим его там, либо видим, но с разделением. Допустим, музей у нас представлен от, так скажем, от Мирзозойского периода до наших времён, так, грубо говоря, плюс там представлены Великой Отечественной Афганская война, да, то есть там тоже есть люди, тоже фотографии, есть какие-то различные предметы, да, то есть как-то определим. Мы полностью согласны, что нужно сделать открытый музей, но разделить. Да, то есть... Половина современного искусства? Да. Не забывать про старшее поколение и не забывать о новом поколении, так скажем. О будущем. О будущем поколении. Ну, о будущем он на Версаре, так будем говорить. Среди двух решений мы выбрали решение о закрытии данной улицы. Частично. Частично, да, то есть увеличить парк. Недавно у нас парк. Почистили, так скажем, от старых деревьев, грубо, не знаю, старые они, старые, но в общем почистили. И он стал, как бы, такой, скажем, немножко пустой, когда деревья убрали, стало очень много места и он стал пустой. Мне так кажется. Вот. Поэтому надо соединить, соответственно, перекрыть, но если перекрывать, мы не считаем, что, ну, опять же, тут у нас мнения разделились. Кто-то говорит, что как бы можно открыть улицу крестьянскую, которая здесь находится, а кто-то говорит, что как бы можно не открывать эту улицу и как бы особого потока машин нету именно по этой улице, то есть здесь кто выехать сможет, здесь жилые дома он сюда поедет, здесь кто может выехать он сюда поедет, но да, единственное, что он не сможет поехать сюда. Надо будет обещать или с этой стороны. Вот. Опять же, мы сейчас тоже говорили о том, что, а музей, в принципе, еще второй этаж музея. Второй этаж музея мы представляем уже есть начало, так скажем, да, в стиле лофт это сделать, поставить освещение, и использовать фото музеи да, фото музеи какие-то вот от начала создания повесить в этих кабинетах какие-то тематические занятия проводить фото музеи о развитии нашего района вот самое восстановление до сегодняшнего дня чтобы дети приходящие сюда это фиди тайма допустим здесь у нас площадь образовывается и на стенах чтобы были именно наш район его история его становления до сегодняшнего дня не совсем то то есть мы же не можем убирать с музея музей он все равно должен свою какую-то нести функционал свой, да, музей но при этом чтобы мы сюда привлекли молодежь опять-таки оно здесь должно развернуться так чтобы здесь было ей интересно допустим если это каворкинг площадка я вот за каворкинг да, ну каворкинг площадка но что же время чтобы на стенах она несла какую-то историю нашего района чтобы наши дети ее знали если мы говорим о той территории уличной то же самое то есть если мы не хотим потерять вот тут историю нашей Великой Отечественной войны мы поэтому предлагаем ее делить но и в то же время опять-таки наше молодое поколение она хочет что-то новое новые площадки новые какие-то ну вот об арт-площадках у нас поколение говорила там где как раз можно будет может быть проводить такие фестивали где можно будет рисовать прям ну на месте да, чтобы разворачивать события но еще помимо этого мы рассматриваем электронные варианты как бы смотреть да, да, кстати точно, да электронное табло электронное табло было чтобы мы могли просматривать допустим историю можно было пролистать это все и посмотреть мне кажется люди Ну и молодежь, да, будет, ну интересно же. Например, сегодня 25 февраля, а какой сегодня день? Какой день, да, чтобы, допустим, информационная какая-то доска была, которую можно самому полистать. То есть вообще, вы же можете сделать сайт крутой интерактивный про историю района с прибывающими, я не знаю, там, тракторами. Это будет супермодно, и все молодежь его прочитает, потому что будет модно. Или на Витубе записать несколько роликов, может быть, часть это, ну я правильно, да, считываю идею, что часть опустим онлайн вот этого контента, не экспонировать его в детях. Да, 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 да. Ну то есть мы здесь захватываем все поколения, и старшие, и подростки, но у нас немножко остаются дети. И поэтому вот эта территория парка бы как раз сделать территорией для детей. И как-то вот, да, вот, и они, получается, у нас с музеем будут объединяться, если мы перекрываем улицу, и это вот прогулочная зона. То есть, если ты выходишь гулять с ребенком, ты можешь пройтись по истории нашей России, и в то же время поиграть с этим же ребенком. Но мы сегодня слышали мнение, сегодня днем у нас были подростки, и мнение подростков было очень интересным. Я хотела озвучить мнение подростков, потому что они, оказывается, вообще не видят у нас в городе никакого места пребывания для себя. У них оно ограничивается, либо в каких-то наших торговых центрах, где они просто отогреваются, потому что в холоде некогда идти. И в негде просто пересидеть, так скажем, даже кофе. Отдохнуть, от родителей, от всего вот этого, да, от школы, просто присесть и залипнуть внутрь, я не знаю. И они просят вот именно зону личного пространства. То есть, они говорят, если мы куда-то идем, тот же парк, да, там ходят мамочки с детьми, которые периодически делают им замечания. Они устали от этих мамочек, они устали от этих бабушек, которые сидят на скамейке и тоже не разрешают им негде присесть. Поэтому они просят вот эту площадку, данную для музея, музейную площадку, сделать территорию для подростков, где они могут делать, что они захотят. Но не в плане плохого, то есть свои мероприятия, где у них будет свой куратор, который будет там, я не знаю, как это мероприятие проводить, помогать им в этом. И зона, да, и мы даже посмеялись и сказали, что это зона вне бабушек, так скажем, где бы их никто не останавливал и не говорил, так мы делаем, так нельзя. И, ну вот, получается, мы тут вот три поколения в нашем проекте, хотим захватить дети, взрослые поколения и подростки. Спасибо большое. Просто вот этот же дом есть, да, что там будет вообще на территории, интересно, будет ли там детская площадка предусмотрена? Если она будет, то получается, надо... А если даже она будет для дома этого, она будет небольшая. Да, она не будет для нас играть никакой роли. И прежде чем говорить что-то о территории, надо тоже поработать с музеем. Надо поработать с музеем. Я прошелся, я за минуту прошел, все увидел. Надо поработать с музеем. Помочь ему, наверное. Ну, мы поймем. Всеми силами. Ну, помогать куда-то особо. И вот деньги найти, да. Ну, значит, вот это непосредственно ваша работа, я думаю, надо помочь. Найти деньги, найти связи и тому подобное, это как бы лишнее. А мы с кураторов пригласили. Да, надо помочь. Смешный контент, правильно? Конечно. А о чем мы можем говорить? Нет. И когда здесь, в принципе, как бы, ну, не на что посмотреть. Ну, вот так скажем, да? Но не так? Ну, ладно, может быть не так. Это мое личное мнение, как бы, это, и все. Мое личное мнение. Может, у кого-то другое, поэтому... А есть на что посмотреть, просто мало. Ну, да, мало. Есть на что посмотреть, просто мало. То есть это время занимает очень мало времени. Артур, вы предлагали фасад еще изменить. 18А. Да, и сейчас быстренько, все, поехали дальше. Поехали по площади, да? Она серая, поэтому надо освещение, и надо что-то нарисовать. Красками. Каждый раз можно что-то рисовать. Каждый год можно что-то рисовать. Художество от нами. Да, да, бордюры. По поводу этого мы не думали, конечно, что нужны какие-то бордюры. Но нам кажется, что надо как-то разукрасить. Вот у нас здесь есть домик с девочкой нарисованной. Очень круто смотрится. Если эта тема продолжится сюда, тоже будет очень круто. И еще хотел бы сказать, территория ФОКа. Тоже об этом же говорили, да? То есть вы показывали слайд, где с одной стороны есть пешеходный проход, с другой стороны нет. И точнее он есть, но он переходит в этот и идет дальше. Но с этой стороны есть озеленение, да, такое как бы. Его просто убираем, делаем пешеходный, вокруг ФОКа делаем пешеходную. И что ты там хотел еще? Там забор стоит, который... Ну, да, просто прозрачный забор сделать там. Тот же забор оставить, как бы, оказывается... Вот эта улица, которая октябрьская есть, она не функционирует там. Машина проедет, 20 минут проедет, вторая машина проедет. Она не такая же многофункциональная. Поэтому забор, он стоит как бы преградой, пыль, что поднимается, как да, да. Стоит, чтобы те люди, дети, заниматься которых на территории комплекса, не дышали эту пылью. Как раз таки, если мы эту территорию делаем, либо парковочную территорию, либо делаем для пешеходной территории, то как раз таки этот забор можно убрать. А вы до Победы предлагаете? Да, 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 там же... Нет, нет, не закрыть, сделать пешеходный. Там же вообще пешеходных проходов нету. Что получается по-октябрьской... Ну, ладно, с правой стороны. С правой стороны. С левой есть тротуар, с правой стороны нет. И со стороны улицы Победы, с правой стороны тоже нет. Там, сколько я, 30 лет мне там, как 30 лет ходят по грязи, так и ходят. Я думаю, можно было с этим справиться. И в прошлый раз, простите секунду. Вот вдоль этого пешехода, пешеходка, то есть по-октябрьской, между Победой и Ленина, сколько в день пешеходов проходят? Они не обещаются? Две стороны, что в день? Я такую информацию вам дать не могу, к сожалению, пока нет. Ну и там... Там просто от пыли избавиться надо так. Да. Да, верно. Ну и машин там мало ездить. Можно? Она вообще... Можно деньгами садить, если она не хотите. Так, и хотел бы сказать, прошлая встреча у вас была, я тоже там присутствовал. Обсуждали елочную площадь, и я вас спросил, чтобы вы как-то куда-то уместили раму. Как-то куда-то, раму, да. Как бы... Для катания. Да, для катания. Она присутствует в парк в итоге. В парке планируется. Планируется в парке, потому что это застает внимание, что, наверное, и вы заметили, да, абсолютно все, что дети катаются у нас возле Ленина, на фонтане и возле вечного огня. На своих самокатах, на своих роликах крутых, на скейтбордах и тому подобное. Она не влезла на площадь чистых технических, но там есть зона одна, где они тоже смогут покататься. Круто. Спасибо большое. Так неформально они смогут. Спасибо большое. Очень приятно это слышать. Так. И что-то я еще забыл? Шпрак-то, шпрак-то, шпрак-то. Про площадь я сказал, что надо освещение, надо что-то нарисовать серо. Освещение обязательно надо. Вообще, как бы, никаких фонарей здесь нет. Ну, возле администрации есть. Ну, еще предлагали на площади сделать переносное озеленение. Ну, конечно, чтобы тестировать как-то по-разному, да? Там, допустим, то же самое клунгу сделать, но по краям, например, чтобы были скамейки. И вот огородить эту зону, которую хотят сделать. Декоративные деревья, в коршочках. Ну, да, чтобы не по-толго, да, чтобы не забыть только их обратно выносить. Самая главная задача, чтобы мы обратно их занесем, не забыть вынести их обратно на площадь. Если что, вдруг. Смотрите, может, это вопрос? Вот два вопроса у меня есть. Первый вопрос. Чем тогда, если мы говорим про перезапуск музея, про раскрытие для молодежи, не будет ли дозаварцом молодежи как-то конкурентами? Чем они могут отличаться? Почему они, чем они должны быть разные? Не перезапустить, а наоборот, как-то не запустить даже. Он же запущен, он работает, просто толкнуть, наверное. Он не доделан. Добавим, добавим, он как-то в порядке, просто добавим. Домера на имя. Сколько у нас залов здесь должно быть? Почему вы молчите? Пять залов. А у нас сколько сделано? На третьем этаже сделано три залы. На первом. На первом этаже. Здесь еще пять залов будет. Еще пять залов должно быть. Здесь будет. Потому что вы молчите. Почему вы молчите? Расскажите, что это в концепции это и есть. Просто мы еще не будем говорить. Сколько мы знаем, что в последние времена они даже в музее не были. Ну, вопрос, простите, я здесь на стороне критики, потому что я про развитие. Я, 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 не как и претензии, как-то. Почему они не были? Почему они не были, да? Это же вопрос, на который у себя все должно ответить. Почему они к вам всегда не ходят? В смысле, в музей не ходят нигде. Это общая проблема музеев. Если что, по стране, ни в Москве, ни в Петербурге, в музей, там, на них, кто не ходит, кроме туристов. В количестве, там, 20 штук. И кроме студентов. И кроме студентов, школьников, которые загоняют. Вот если что, в России сегодня с музеями такая проблема есть. Там, за пределами Москвы, может быть, Петербурга. Но в городах есть такая проблема. Музеи крутые российские, можно по пальцам перечислить. К сожалению, это так. У нас это, ну, там, много лет, как бы, как проблема обсуждается в сфере культуры. То есть тут вопрос, что если мы открыты к этому, завтра просто в 11 часов у нас будет семинар. Мы вас пригласили бы, да? Давайте мы вас пригласим на семинар. Пожалуйста, приходите завтра в 11. Да, приходите завтра в 11 проектировать будущее музея. Да, с удовольствием. Но, к сожалению, я на работе. И я думаю, вряд ли меня клада отпустит. Если вы, конечно, напишите письмо, я был бы признателен. Я бы лучше с вами здесь побыл, чем... А кого надо письмо написать, скажите. Начальник, это КЦДНГ номер 2. Администрация в курсе, если вы сможете... А вы можете помочь написать письмо, пожалуйста. Нет, прислать молодого человека завтра на проектирование музея. Пожалуйста. Просто молодое поколение, вы немножко не знаете, что у нас музей обновился, и причем обновился капитально. Вот если на втором этаже пройдите, вы увидите, что у нас многое сделано. Многое сделано, да. Я помню, какой был музей там, какой был музей здесь. Многое сделано. Но надо вам помочь. Вы только сами не в силах как бы. Я вот это прошу. Нет, мы сейчас ваше предложение начнем. Я помню, какой музей был у нас раньше. Вы же помните, какой у нас есть опыт отмечается, да? Никогда не помнишь. Он по обучению. Да. Ну и по экспозиции он тоже в том время... Но, к сожалению, тихонько, очень тихо идет, потому что опять все деньги... Друзья, да, можно я тут отвечу на... Вот смотрите, у нас появилась инициатива. Раз мы занимаемся этой территорией на конкурсе, мы считаем, что параллельно важно заниматься музеем. Но нельзя же его игнорировать, проектировать ему только двор, так вот смотрится довольно смешно. Поэтому мы договорились с Институтом развития городов Башкортостана, что они помогут с этим проектом. В течение лета мы планируем проводить мероприятия, которые мы вместе с вами спроектируем, организуем вместе с музеем. И будем их все это делать. Это будет по отдельному гранту. А дальше здесь мы хотим сделать классный проект, и его попробовать запустить как пилотную программу перед запуском музеев в новых городах Башкортостана. Пока у нас есть такая договоренность предварительная, то есть у нас сейчас проект, видение, что тут должно быть, как это должно выглядеть. И более того, те, кто готов быть партнерами мероприятий, на это будет возможность их профинансировать и реализовать уже этим летом. То есть это важно очень. То есть можно кого-то привезти, какого-то лектора крутого, я не знаю, можно в ракшоп провести, как-то запустить музей и поучиться лучшим практикам российским как минимум. Поэтому это все мы постараемся организовать, начиная с апреля. Всех, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь к этой работе. Потому что без поддержки вас как сообщества городского не получится перезапустить ничего. Музеи, современные пересчетки для диалога. Вы свою концепцию сказали. Здесь, к сожалению, Доберяна Ильевна, настоящее вы еще не озвучили. Сколько у вас экспонатов, экземпляров? Сколько из них выставлено, сколько не выставлено? Это же все нужно выставлять. Музей свою изначальную функцию музея не должен терять. Он должен быть познавательным, он исторический, он должен идти. И тут какие-то игровые что-то организовывать. Здесь сложно воспринять это. Музей, он, значит, есть музей. У нас еще такие требования, что в каждом угле обязательно должно быть не история района, а история города. Это опять-таки. Дальше. Отечественная война обязательно должна отражаться. У них тысячи экспонатов еще не выставлены. Сколько? 12,5 тысячи экспонатов у нас. Из них сколько выставлено? Так, где-то 200-300, только на первый этаж. Остальные мы же выставляем по очереди полностью. Весь фонд в музее никогда ни один музей не выставляет. Они находятся в хранилище. По очереди, в котором мы с вами сегодня, Медовиды, прошли же по фондах. Ну, получается так, у нас, если так, это выставлено, естественно, по тематике. Мы поставляем для него никакого фонда. Следующий выставленный. Весь фонд ни один музей никогда не смогут васили. Вот у нас на втором этаже, например, запланированного проекта, вот здесь у нас должен быть история района и города. Вот полностью, вот два класса, которые на данный момент будут одним залом. Дальше у нас пойдет Отечественная война. Рождественная война, Отечественная война. Дальше идет локальные годы. Дальше идет литературная гостиная. То есть там у нас все наши знаменитые, именитые земляки. Потом идет у нас это герои. Герои со Струда, герои Отечественной войны и все остальные. И останется у нас всего лишь один класс, он в том конце. И вот мы сделаем небольшое, вот для них небольшое место. Нет, давайте меня умолить. Да, нет, просто смотрите, ну современные музеи, они другие, к сожалению. Нравится вам это или нет? Ну вот я... В Уфе электронный музей есть. Ну нет, я не просто говорю, я говорю про малые города, где действительные жители. Я вам показывала пример города, как бы, господи, как он там называется, Тодьма, где же 10 тысяч жителей. И там совершенно другой подход, он ориентирован на людей. Люди создают контент в музее. Я же не говорю, что не нужно делать эту экспозицию. Я просто пытаюсь... Да, мы просто... Я просто... Почему ребят так защищаем? Просто я хочу сказать, что они пытаются донести, что это можно делать по-другому. Это можно делать так, чтобы это было интересно людям разного возраста. В том числе... То есть, как упаковать этот контент так, чтобы он стал интересным, чтобы с ним люди могли взаимодействовать, а не просто смотреть на него там, да, и не трогать руками. То есть вопрос... Это такой вызов перед теми музеями мира, он сегодня стоит очень остро. Как переосмыслять то, что происходит в музее? Может, он быть площадкой для людей, там, или туда приходить только посмотреть на выставку? Это тоже такой вопрос, как мы к этому сегодня подходим. Потому что есть действительно серьезный, как бы, ну, такой кризис, я не побоюсь этого слова, в том, как в России сегодня выглядят музеи, и почему в них никто не ходит. Это программа «Сколка» уже десятую образовательную программу делает, каждый год они собирают там фонд «Потанина» деньги в музеи, дают, чтобы они хоть что-то начали делать. И эту проблему мы не можем игнорировать. Она не конкретно ваша, она вообще общая такая, да? То есть, что музеям недостаточно, может быть, поддержки оказывается, в том, чтобы экспонаты как-то по-другому, по-другому выставлять. Это же ресурсы, компетенции, там, и все такое. То есть, я ни в коем случае не умоляю функцию музея, по-моему, коллеги это сделать тоже не пытаются. Да, конечно, нет. Нет, просто мы хотим о том, как это сделать еще, дополнить чем, чтобы это стало популярным городским местом. Вот, чтобы в музей ходили просто, я не знаю, там, чаще, чем раз в месяц. У нас в вашем вот зале, когда вы смотрели, интерактивная, да, стоит, и интерактивная, где-то на первый этаж у нас уже стоит. Если вы там подойдете в этом, в одном месте, в одном месте, Ну, тогда надо, главное, об этом сказать. Нет, я же по этому говорю. Почему молчите говорят? То есть, мы обсуждаем то, о чем мы не знаем, получается. Почему не забрят? Правильно же я понимаю? Ну, как бы, ну, не мы же поднимаем. Нет, ну, вы как модераторы видели концепцию музея, но мне лично кажется, что ее надо дорабатывать, потому что вы не получите вот эффект социальный и культурный, если вы просто висите в таком месте. Мы видели, но мы ее показали в первый раз, когда мы увидели. Мы бы не подставили этот вопрос, если бы мы ее не видели, да. То есть, мы уважительно относимся к этой работе, просто нам кажется, что можно докрутить отдельные моменты, чтобы место было более живым, популярным для горожан. То есть, наша позиция честно такая, мы поэтому такое внимание уделяем именно музеям, что мы хотим помочь вам, да, получить такой ресурс, чтобы взять из этого места классное место. Чтобы люди могли, допустим, идти, а давай пойдем, там, на качелях покачаемся, а качелях... Или свой выходной день. Да, а давай зайдем еще посмотрим экспозицию, допустим, то же самое. То есть, не так, чтобы целенаправленно идти в музей, да, а так, чтобы зайти вот во дворе погулять и попутно зайти в музей. Почему бы нет? Чтобы люди с утра планировали, вот, давай сегодня выходной день пойдем в музей сходим. Вот, ну, у нас так было. Да, то есть, мы хотим сохранить все это, но нас не обижайтесь, пожалуйста, не в этом смысле. Мы хотим, мы понимаем, что обязательно нужно сохранить историю, да. Мы должны сохранить, и не обижайтесь на нас, пожалуйста, дейдеранами. Да никто не обижается. Я просил просто пояснить, что уже разработанная концепция, в принципе, она есть. Есть разработанная концепция, мы просто хотим сюда добавить современности, чтобы сюда затащить эту молодежь. Она просто в классический музей не пойдет. Вот в чем проблема. Это действительно проблема всех городов. Потому что они уставляют. Да, и поэтому мы говорим, а вот этой зоне мы захватываем с парком вместе, пусть это будет прогулочная зона семейного отдыха. То есть, действительно, мы вышли гулять, вот мы, молодые семьи с детьми, мы и там сходили, и тут же прошлись по этой территории музея, рассказали своим детям о нашей больнице. Но, опять-таки, молодость это такая вещь, которая быстро проходит. Вы же станете скоро моего возраста, и у вас появится желание приехавшему гостю показать историю района через музей. Потом музей он такой и должен быть. Нет, вы не хотите, что так сказать, что мы и говорим везде. Вы все говорите, молодежь не пойдет, молодежь не пойдет. Молодежь, она и раньше в музей не ходила, и сегодня не ходит. Как раз в музей пойдет то поколение, которое она созрела. Понимаете? И не надо сюда молодежь тащить, может быть. На партии надо. Это же банка. Я тоже считаю, что надо молодежь. И еще через школу можно. Но, опять-таки, чтобы они хотели сами сюда повезти, а не идти, как бы, по рукасам. Смотрите, смотрите, я прошу прощения вам. Дайте, благодарим группе за выступление. Спасибо большое. И честное выступление. Прогласим в следующую группу. Пока, да, проходите к нам, пожалуйста. Походите. Ну да, у вас сейчас, у нас просто выходит уже, вы будете в следующую. Просто я хочу пояснить вам в следующую группу. Готовиться. То, что происходит такая дискуссия, вообще-то очень хорошо, значит, уже не все равно, а всем на музее. И про музей. То есть это для нас тоже очень важно. Потому что нет задачи кого-то обидеть или там кого-то недооценить. Есть просто задачи понять, как сделать лучше, чтобы в этом было жизнеспособлено. В чем вы считаете, что обиду? Ну, есть дискуссия, это важно. Это ценная, в общем-то, есть бурная дискуссия, да. Пожалуйста. Добрый вечер. Друзья, все внимание, значит, это тяжело уже, потому что все устали. Ну, давайте внимание сюда. Наша группа состоит из работников в городе Благотворство и в администрации городского поселения города Ему. Мы долго обсуждали, мнения разделились. И 50 на 50 в общественные территории музея было обсуждаться, но всегда бурная музыка начинается с этой группы. Поэтому один из первых предложений нашей группы было как бы выставочные экспозиции, вот, пошли по фасаду, по фотографии. И можно, как вот, у нас на Железнодорожнике красиво сделано, как бы, исторические фотографии наших работников железной дороги. И также можно вот именно экспозиции сюда поставить, фотографии, вот, по городу мы идем, видим скамеечки у нас, какие красивые, а там есть фотографии памятные. И всегда, когда я иду на работу, у меня сердце так отъекло. Это была наша история, это было, допустим, наши те исторические здания, которые многие уже поменяли свой облик. Наши улицы, которые были непроходимы в моем детстве, и тот парк, который с каруселию был, тоже на все памятные. Поэтому, здесь, как вот, предыдущие выступали, говорили соединить надо елочную площадь с парком. На один из первых вариантов, вот это присоединение смотрели, как было закрытие улицы Октябрьска, а потом пришли к такому мнению, что улицу Октябрьска закрывать не надо. Обустроить тротуар по правой стороне, со стороны музея. Здесь, напротив, где планируется строительство памяти к жертвам политических репрессий, между ними сделать калитку и тротуарами восстановить выход на елочную площадь. Но со временем у нас все равно необходимость будет и посередине тоже сделать тротуар, и как бы по экспозиции по краям, по обоим сторонам, и мелкие кустарники красивые посадить, которые мелкорослые. А здесь вот такая площадка, многие жители у нас находят, мы ежегодно проводим в городе ночь музеем, я часто посещаем, им не нравится, и вот дети у нас выступают в этой части города, улицы выступали первого года года, и их вытащить вот сюда. И здесь как бы у нас бетонированная площадка осталась, его как бы перчаткой покрыть, остается как бы маленькая наземная сцена, где можно аккуратно выступить, а здесь есть места для зрителей, и соответственно, вот там стоит здесь, как бы прижатый к стене, но идея города, она бы не должна становиться вот этой исторической частью. Я всегда вот смотрел при вокзальной площади создать как бы туристическую зону, вовлечением, вот где у нас пустой сейчас, уже долго в городе Мусонисе этот вопрос, строительство аллеи Победы, вот здесь, именно в этой части снасионных домов, Победа 61, 73, сейчас у нас 61, гостиница у нас стоит, возле гостиницы, троплодом выход сюда и выходом на угол улицы Крестьянской, вот, чтобы люди могли или восоединить этот путь, чтобы именно войти в парк или посредине, или с улицы Крестьянской, и соединить его по Дону. С Победой на Ломоносова? Да, с Победой на Ломоносова, и привезти сюда, и даже со временем уже двор улицы Победы 62 благостроен, и проход можно с той стороны, с Ломоносова 4 можно сделать, как бы соединить эту часть. И, фактически, на самом деле, получился у нас музей, вот так, и от елочной площади выход опять на Преукранную площадь, через Рызочную площадь. И по этой части изначально было предложение закрыть, вот такой вариант, как бы единственное единое пространство создать здесь. Но потом при обсуждении мнение коллеги изменилось, и фактически парковочную зону высоверечить, но зеленую зону у музея оставить. А здесь и тротуар, и зеленая зона, как бы не закрывать этой часть трактора, который стоит здесь, и вот уже предыдущие выступающие предложили убрать, его не надо убирать, это как бы исторически на месте стоит, на видном. Его открыть надо. Просто открыть, березу распилить, убрать, чтобы было видно. Потому что, как бы, я когда прохожу, у меня сердце там сжимается, ввиду того, что мне отец тоже один из первых механизаторов, нашел район, был без одной ноги, 18 лет проработал на комбайне. И в этой части пешеходный проход предложили мои коллеги немножко отодвинуть, потому что транспорт средства, которые здесь разворачиваются, на эту улицу, она как бы заезжает на эту разметку. Разметка отодвинуть, чтобы хотя машины не закрывали, допустим, проезд другим, движение другим машин, транспортным средством. И в этой части музея я бы сделал вот такое мнение, предложение поступило, как бы книга памяти, ушедшая на фронт, не вернувшись в поле сражения. Так книга открывается список, книга открывается список, она бы как бы по кругу ходит. Я видел такое в Подмосковье, сейчас где-то судили, что ли, там книга памяти сделана, как книга, она крутится. И люди видят именно тех, кто не вернулся в поле сражения. Ну, тут фактические скамейки, чтобы люди могли бы, которые пришли, могли бы посидеть время от времени. А здесь бы поставили бы монитор такой, который, допустим... Монитор, она бы как бы исторически постоянно показывал, какие у нас исторически памятные даты, все жители нашего района. Ну, тематические заказы. Да, тематические, да, постоянно, да. И вот, которые мы предлагаем экспоначные экспонаты вот здесь, они должны постоянно обновляться, меняются фотографии, как вот эти... Как скамейков у нас постоянно, а здесь они обновились постоянно. Насчет этой сквери, площади до РДК, в этой части вот предложение поступило, где зеленая зона, рядом, там дети постоянно ходят. Поэтому вот это их остановит. А здесь также остаются эти базы со светами, и вот в этой части. А в основном, в частности, вот это предложено было моими коллегами, брусчатку положить. А брусчатку, тротуар одним светом, чтобы люди видели, что именно здесь проход, вот эти проходы соединять от администрации до РДК, это, который идет, допустим, фонтан. Памятью бы и фонтану. И самое интересное место, вот на это место снесенного фонтана, где у нас пустующий сквер, поступило предложение там поставить какой-нибудь памятник. – О, интересно. – Ага. – Как раз на против скорбящей матери. – И вот такой тема, если у нас вот здесь сквер скорбящей мать, есть, да, в памяти, да, а вот, она бы, как бы, на этом месте смотрелась. – Вещи пальцы. – Да. – Ну, знаете, тоже, что вы держите, конечно. – Пару скамейку, да, и вот этот памятник. – То есть, скамейку, парковку здесь разобрать, сделать нормальный сквер какой-то и… – Нет, парковка, она остается, она не мешает. – Остается. – Да, парковка, она не мешает. Она стоит у нас за парковкой, парковочной зоной. – Это так? – Просто мешает пройти к нему она, парковка, у тебя какие-то надо связи. – Да, гребины распилить, мы сказали, гребень, другие кустаники посадить. – Нет, там же еще вопрос открыт по статусу, по принадлежности этого… – Да, да, да. – Его же забрали. – Он же в частности, собственно, не стоит. – Поэтому… – Мы можем его забрать. – Да, предложение такое, чтобы это место, именно, как бы, не пустовало. – А забрать его в город и благоустроить. – Да, благоустроить эту сторону. – И самое главное, чуть не забыл, вот когда мы будем предустраивать эту территорию, здесь проложить надо же в Невшку. – Вот это, да, и выходом на улицу, зелено, соедините его туда вниз. – Первая группа, она с начала. – Да, вот именно вот эту часть. – Там большая группа. – Мы посмотрели, да, зеленую зону оставить, а здесь вот, после замены инженерных сетей, то в бручарку положить. У меня все. – Спасибо большое. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Может, вопрос маленький, почему передумали и от этого варианта пришли к этому вопросу? – Потому что мы изучали все варианты, поступило предложение открыть улицу Кристианскую. Но улицу Кристианскую, ни в коем случае, не надо открывать. – Почему? – Ну, она прилегающая доно к парку. – Да, а в базы. – А почему я не сделаю? – Да, и заказово у нас и так у нас хватает, и так, и так. – А в общественный проезд по улице Соломоносова, она не сроки, недалеко, и здесь разгрузочный проезд в улице Кудоберина. – Тем более закрывать. – Да. – Ну, в общем, вопрос здесь... – А, и в улице Кристианскую, его последующие рассматриваем так, на пятку парковую зону. – Ну, там суд и с ним... – Ну, там шатку сделать, люди, чтобы спокойно могли колясочками по кругу проехать и выйти туда. Потому что лишнюю улицу, которую проездом надо приедать, надо как бы от этого уходить, особенно из третьей части города. – Ну, понятно. – Спасибо большое. – Давайте поблагодарим еще раз. – У нас осталось... – Спасибо большое. – Пожалуйста. – Напоминаю, у нас были вопросы. Кто был в вашей группе? Главная задача проекта – что может появиться у территории музея? Как должна измениться улица Октябрьская? Что может появиться на центральной площади? Пожалуйста. – Добрый вечер. Меня зовут Алья. Я представляю свою группу. Пожалуйста, поднимите ручки. Хотела бы пройтись в целом. Вот на данной территории малое количество света. Вечером очень плохо освещается. Вызывает затруднения пройти. И также малое количество развлечений. Как говорила данная группа, скейт-парк, допустим. – Мы уже... – Мы уже будем делать. – А, вот сюда. – Он планируется в парке, верно? – Скейт-парк. – Зона планируется в парке. – Хорошо. – Хорошо. – Хорошо. – В этом году уже будем построить. – Ага. – Также мы хотели, чтобы наш проект, он проходил через, получается, вот эту зону мы сделаем более молодежной, переходящей уже в взрослую. Вот по этой линии. Вокруг администрации мы хотели бы сделать аллею с военной техникой и афишами, которые рассказывают о ней. То есть, вот можно будет выйти, допустим, и пройтись вот так вокруг, чтобы, ну, узнать о истории ИНАО тоже. Насчет музея. Мы бы хотели внутри, на втором этаже, на данном этаже, сделать третье место, как вы говорили. Это очень хорошая идея. И, смотрите, получается, у нас танк расположен сзади. Чтобы он не располагался за музеем, а был или впереди, или его переместить в данную точку, или все-таки сделать военной техники вместе, вот по ней сделать, допустим. А, получается, задняя часть администрации, там идет забор, он не самый красивый, хотелось бы его оккультурить как-то. Где? За администрацией. Там находятся... Там нет гаражи. А, там гаражи. И насчет вот этого места. Тут раньше был фонтан, мы бы хотели сделать парковку, но одновременно оставить зеленые зоны по бокам, чтобы... Упорядочить. Упорядочить, да. За музеем мы хотели бы сделать автогородок. У нас недалеко находится сюрт, и там есть кружок картинга. И чтобы как бы детям, занимающимся, могли... Хорошо получается. Это лучше рассказать вот для... Добрый вечер. Вы это предлагали, да, в прошлый раз. Представители станции юных техников, от имени, так скажем, образования даже, чтобы развить навыки молодежи по правилам дорожного движения, мы бы хотели предложить здесь установить автогородок. То есть у нас, станции юных техников, есть объединения, такие как конструирование и вождение картов, Академия дорожной безопасности. И не только нам было бы удобнее, а здесь у нас находится, то есть первая школа, четвертая школа, детские сады, чтобы все занимались и... Как это сказать? Развивались в этом направлении. То есть, чтобы безопасность увеличивалась. Просто можно добавлю, я как педагог по картингу могу сказать, что нам приходится сюда... Получается... Вас слышно, да? Может микрофон привести? Нет, спасибо. Нам приходится сюда, в общем, идти в бок, получается, проходить проезжие части, где светофор надо тоже проходить. В общем, это небезопасно, и мы хотели бы расположить где-то зону для картинга, где-то рядом с нами. И вот это место как раз идеально подходит для нас. Большая ли зона требуется? Ну и еще по отчетности тоже требуется двоюные дорожные движения. Обязательно нужно, чтобы какая-то площадка... Они же про это говорят. Эту площадку мы сейчас планируем вообще на Некрасово, где новые поставили. Да, вот в Беловой. Центр, центр, понимаете, я думаю, это будет... Там планируется... Там планируется... Просто автогорцов. Но понятно, что автаз далековато будет, да. Для кого тогда? Для картинга маленькую площадь? Нет, не для того, чтобы разъезжать, а именно изучать правила. Да, изучать правила дорожного движения. Не сами картинки гонят? Да, нет, не гонятки. Просто чтобы здесь автогородок, там естественно стоят, установлены знаки, стенды. Готовлено на месте 10-го саника был, да. Ну свой проект, согласно проекту, разрабатывать. Да, да. То есть вот эти гаражи, если, конечно, вот это все... Эти гаражи, вот тоже одна из проблем, которую, может быть, вы не знаете, эти гаражи в 90-е годы прихватизированы, и с ними ничего сделать не надо. Их бы там судом как-то отобрать можно было, там из рук в рук их перепродали, и сегодняшние владельцы, они добросовестные, скажем так, приобретатели. Что с этими гаражами? Они, конечно, не... Накрасить, спасибо. Как забрать? Это как минимум. Мы же... Не, мы же их пока закрыли под мастерами. О культуре или заднем участке. Давайте мы продолжим, да. То есть про гаражи понятно, что вопрос сложный, брать юридически не получать, потому что сейчас... Хотелось бы, конечно, сделать проход. Соединить. Да, соединить. Сюда хочется соединить с территорией музея будущего, чтобы можно было проще ходить. А там, в принципе, возможно же нет. Ну да, надо придумать, это очень важная задача, чтобы было связь. Было бы очень хорошо. Там у нас земля под роста осталась. Мы ее сейчас разбираем по принадлежности этого земельного участка, который стал аренду. Завтра, она освобождается. Вот эту вот зону даже что-то как-то можно использовать. Ну да, может быть, вы тогда нам удачу, покажите проедение, что закончили. Конечно. Да, я думаю, конечно. По поводу улицы Октябрьская. У нас мнения разделились, то есть четверо голосуют за... Закрытие. Полностью закрытие, да. А двое нас. Мы за то, чтобы остался проезд водителям. То есть первый подход, он очень удобен для пешеходов, но неудобен для водителей. Это если рассматривать то, что крестьянскую не открывать. А если открывать, то мы все за пешеходами. То есть объезжать вот это все, это как-то нецелесообразно, значит. Можно будет еще добавить насчет вот этой зоны. Знаете, хотелось бы добавить какой-то сказку нашему городу или добавить танцпол, но все-таки поставить, знаете, не татарские песенки, а что-то молодежное все-таки. Молодежи негде, где пойти мы или сидим в юбилейке, нам просто некуда идти. Приходите в отвалительную. Это торговый центр. Да, кстати. Получается, можно будет добавить каких-то мифических животных, что-то, какие-то статуэтки, чтобы внести какую-то сказку. Еще говорили насчет трактора. Если я не ошибаюсь, мы хотели обрезать деревья, но можно подсветить. Получается, сделать белый свет, чтобы он выделялся. Все-таки деревья жалко обрезать, это как бы природа. На счет территории около администрации мы бы хотели сделать сухие фонтаны, ну, тоже для веселья. А вот в этой части, так как у нас в МКДЦА проходят часто различные концерты, мы бы хотели сделать лавки на колесиках, но одновременно, чтобы они могли зафиксироваться. То есть их можно будет убирать и одновременно переставлять уже по мере необходимости. Мобильная мебель, которую можно собирать как угодно. На мебель, на предприятии, поезд на сего. Ну, вроде бы на это все. Пожалуйста. Еще хотелось бы сказать, чтобы привлечь людей в музей, хотелось бы видеть вокруг музея стенды. Стенды с различной информацией нашего города, развития, как он развивался. Хотя бы немного, но вот здесь. У нас все. Спасибо огромное. Давайте поблагодарим. Есть ли какие-то дополнения, которые не прозвучали? Вам важно, чтобы они прозвучали? Нет? Вы ко мне? В группе, в целом. Вам, конечно, тоже. Нет. Нет дополнений. Все задачи поставлены на это. Да, но мы поняли про связь территории. Все тут очень, очень важная задача. Спасибо вам огромное за выступление. То есть очень интересно складывается, что многие за вариант один, при условии, что если что-то можно будет сделать, ситуация крестьянская. Видимо, нам нужно в комплексе все досмотреть. С разными стакольными людьми. Да, да. Можно еще добавить? Да, пожалуйста. Я учусь в художественной школе, и у нас бывают такие мероприятия, как в МНР, и мы выходим на улицу. Но у нас бывают такие проблемы, то, что нам просто нечем рисовать. В парке мне бы хотелось, знаете, такого интересного чего-то, то, что можно зафиксировать, и, допустим, даже взять в музей и сделать хотя бы маленький стенд наших рисунков. Ну, как бы это не обязанно. Выставка, да, в музее? Да, хотел бы ты. Просто это же, как бы, добавится еще интересно. Будет интересно людям смотреть, чем мы увлекаемся, допустим, и по нашим рисункам они, допустим, увидят интересный момент и, допустим, спросят, а где же это находится? В музее. Да, в музее. А, то есть рисовать что-то, что лежит в музее, или делать выставки. Да, допустим, да. Будет какая-то картина из какого-то, ну, из нашего города, в какой-то интересной местности, да. И вот, ну, приезжие, допустим, увидят эту картину и спросят, можно ли поинтересоваться, а где это находится? Может быть, поинтересуется и, ну, посетит это место. И он может посоветовать своим знакомым, друзьям вот это. Типа, я увидела в Янауле такое место, и мне очень понравилось посетить это место. И музей, и наш город, так сказать, по моему мнению, будет, как это, да, более, ну, реклама. Репрезентативно. Да. Показывать, что в городе есть через творчество, через искусство. Просто сейчас нам просто нечего рисовать. Серьезно. Старые и северные морозы. Старые и северные морозы. Намек полет. Садить просто на вокзал и даже эти северные морозы дарим рисовать. Или вот по площади, вот сейчас как раз светлый мороз. И я уверена, что там будет очень шикарно. Я вас, я вас не сомневаюсь. И... Спасибо. Пожалуйста. До счета, что строители построили. Кто-то. И просто... То, что вы рисовали. Просто и... Это будет гордость, и нам будет приятно. Вот так. Спасибо большое. Это очень крутая идея. Это очень крутая идея проекта коллаборации музея с художественной школой. Можно еще рисовать какие-то редкости, которые в музее хранятся, и про них какие-то истории придумываются. Спасибо большое. Давай. Это очень крутая идея. Смотрите. Знаете, в больших торговых центрах, допустим, в Уфе, есть такие, как бы, слайды с навигацией, таблицы. Можно было бы установить на данной территории пару, получается, слайдов, ну, таблиц, чтобы люди... Да. Чтобы люди не потерялись. Интерактивный карп. Да. Молодец. бедра. Спасибо. Так. Там еще был комментарий. У вас в группе, как мне это? Пропал комментарий. Так. Хорошо, получается, навигация, плюс придумать какие-то объекты, которые можно рисовать, которые станут достопримечательностью, плюс наладить сотрудничество музея с детской художественной школой, художественной школой, в принципе, чтобы можно было какие-то совместные проекты интересные делать, сделать выставки. Вот, пожалуйста, пример, как привлечь молодежь. Придут же на открытие выставки своей друзей, можно даже привлечь. Нам будет очень интересно видеть свою картинку в музее. Да. Там можно просто конкурс, допустим, какой-нибудь организовать, и чтобы фотовыставка была уже на улице, вот у нас здесь. Да, Господи, так. Спасибо огромное вашей группе. Давайте поблагодарим группу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Главный архитектор скажет, Майдер, или Сухар? Если меня слушать, если меня слушать, вообще ничего не дадят. Приглашаю вас, может быть, буду тоже вместе тогда. Да, то есть композиция группы администрации района, администрации города. Да. Сейчас Марина Ринатовна поможет понять, какие идеи появились за это время. Очень много, мне кажется, мы тоже спорили в этой группе и думали, как лучше все адаптировать. Напоминаю. Пять минут максимум. Я начну, а коллеги с нашей группы наверное поддержат и продолжат. Я хочу начать с того, что город – это всегда территория конфликта. И это, как говорится, не нами придумано, это всегда было так. То есть интересы всегда сталкиваются. Возрастные там и так далее. Поэтому сразу говорю, кому-то может не понравиться мое включенное мнение и мнение нашей группы. Значит, начнем с территории музея, наверное, да? Вот здесь вот, с территории музея. Какие задачи должен решать сейчас наш проект? Это в целом мы сейчас говорим, не детализируя. Это, во-первых, популяризация жизни в малом городе среди молодого поколения в первую очередь. Потом, что территория эта должна немножко позиционировать развитие новых профессий и компетенций. То есть, вот было предложение такое, создать на территории музея проект, который бы отражал адрес новых профессий для молодежи. То есть, вот возникла такая, как бы, идея от производственников, прежде всего, что молодое поколение, которое, ну, как бы, это уже мыслит совершенно не как мы, которым сейчас 10-12 лет, они должны понимать, что через 20 лет, а 20 лет пролетят очень быстро, те профессии, которые на сегодняшний и востребованы, они не будут уже, ну, как бы, существовать. То есть, философия такая, вот видите, как такая вообще далеко идущая, так скажем. Как мы будем это реализовывать на территории музея? Это вот искусство наших урбанистов, наверное. Что они придумают, как это отразить, при том, что вот эти все, все задачи должны быть решены на этой территории. В том числе, еще раз подчеркиваю, это популяризация жизни в малых городах. Третий шаг, это территория, которая должна говорить, не говорить, а еще решать задачи активного долголетия, вот мы говорили. То есть, может быть, на этих территориях появится в целом уже не только территория музея, а какая-то навигация, о которой сегодня тоже говорилось, вот в разных интерпретациях. То есть, какие-то, может быть, маршруты должны появиться для старшего поколения, в том числе, где они, прогуливаясь по городскому центру, получали бы не только, как говорится, физическая активность, а еще и получали какое-то эмоциональное, значит, настроение, смотря на какие-то навигационные стенды, получая какую-то информацию этих стендовую. Так, ничего не забываю, да? Так, что мы с центральной площадью, центральной площадью, значит, вот, ну, твердое убеждение того, что Красная площадь в любом городе, она должна быть красной. То есть, эта территория, эта площадь должна выделяться и отличаться от других площадей и общественных мест города. это лицо, это наш, как говорится, статус, как бы там ни было, но сердце нашего города, оно все-таки вот к этой площади привязано. Поэтому нам, мы предлагаем вот поработать с освещением, поработать, может быть, с какими-то элементами вставок, вот, может быть, на этой площади, если мы здесь не делаем брусчатку, может быть, мы здесь декоративные вставки, в том числе с покраской сделаем, но это должно быть сдержанно, это должно быть статусно, это должно быть ну вот в соответствии вот с этой нашей красной площадью, так скажем. Чтобы наша площадь не слилась с нашей елочной, чтобы было понятно приезжающим и нам, где главная площадь города. Не елочная, не привокзальная, а вот эта вот площадь наша самая главная, на которой все главные событийные мероприятия города происходят. Так, ну вот с этой территории, которая здесь, вот сейчас пока в частной собственности находится, надо поработать, мы как бы тоже за то, чтобы эту территорию упорядочить. Что-то создать. Что-то, да, вот здесь создать, как, может быть, даже ликвидировать вот в этой части паркинг, чтобы вот эта территория слилась, как бы вот с основной площадью. Но, вот в пользу перекрытия Октябрьской мы не голосуем. А объясню, почему. Значит, смотрите, вообще, когда создаются генеральные планы развития населенных пунктов, они ведь четко, как бы, это по определенным правилам формируются. Есть радиальные улицы на территории города, которые пронизывают, получается, город от начала и до конца, слева направо, сверху вниз, грубо говоря, да, это наша улица Победы, если мы смотрим, вот этот, которая от начала до конца соединяет город. И это несколько улиц, которые вот идут, соединяя, ну, перпендикулярные, так скажем. Вот если мы встанем в начало улицы Октябрьской, грубо говоря, то мы можем от начала, не практически до конца, пока не упремся в гостиницу, да, мы можем проехать. Остальные улицы, к сожалению, у нас тупиковые. Даже если мы сейчас откроем Крестьянскую, она у нас упирается в жилой квартал. То есть, мы выезжаем, конечно, но там тупик. То есть, это еще один барьер для автомобилистов. Я не знаю, как это, как остальные автомобилисты, но я вот, например, активный водитель. Я очень активно пользуюсь вот этим проездом. Не только потому, что я здесь работаю, а потому, что мне так удобно. Когда мне нужно на улицу Победы попасть, я всегда еду именно по Октябрьской. Может быть, мы немножко поэкспериментируем. Вот говорят, что может в определенные часы мы будем перекрывать. Попробуем. Но вообще закрывать улицу Октябрьская, это мы просто транспортный коллаж на Куда и Бердина создадим и на это да. И вот с этим, как говорится, вот остальные автомобилисты тоже согласились. Вот сами тоже, может быть, может быть, я не права. Вы сами проанализируете, поездите, где вам удобно ездить. Вот как вы прокладываете свои маршруты по городу? Это, во-первых, во-вторых, у нас есть проблема. Вот когда мы говорим о проблемах в городе, проблема – это улица Ленина, которая вот около учреждений образования, около четвертого школы и около музея того же самого вот здесь, она не имеет вот таких парковочных карманов достаточного количества. Например, если мы сейчас и Октябрьскую закроем, то просто, ну, как бы вот родителям, которые все равно будут привозить своих детей на автомобиле, а в малых городах, это что не говори, автомобилизация, она вот частный транспорт, он все равно будет развиваться активнее, чем общественный. Это вот, это, ну, говорю же, это просто законы природы, законы жизни в малых городах, да, все равно будут привозить, и вот в этой части вот все вот это вот все стоять. Всем надо ближе к воротам. Ну, и все будут это. и все будут вороты. Так, ну, что еще из позитивного, так скажи, да, мы, вот, было высказано такое фантастическое предложение, вот, не знаю тоже, как мы его сможем ли мы его реализовать, то, что, вот, на этой площади, Супрам, может быть, вы еще подскажете, вот, с освещением, как мы можем поиграть с освещением? То есть, это самочек закончен потом. Да, вы можете сбежать? Да, добрый вечер. Всем, я понимаю, что-то устали буквально минуту. У нас появился такой вариант, то есть, смотрите, мы четко здесь видим разделение, да, более-менее такой тротуар в парковочной зоне и все-таки получается транспортной зоне. Мы предлагаем небольшими сделать сюда как-то внедрение инсталляции в виде островков, скорее всего, и разместить освещение таким образом, чтобы оно и на транспортную часть могло влиять, и могло влиять на вот эту все-таки зону самой площади пешеходных. Если еще глубже это все продумать, то можно попробовать при помощи освещения как-то нанести, скажем так, узоры определенные. То есть, в ночное время это должно очень... Ну да, что-то наподобие лазеров, то есть, каких-то голографических проекций. То есть, в ночное время это должно вообще очень шикарно выглядеть. Потому что все-таки, если говорить про дневное время, это такой рабочий элемент, люди перемещаются, паркуются, занимаются своими обычными делами, а ближе к вечеру это становится такой пешеходной территорией. Скорее всего, именно вечером актуальность вот этой вот получается зонирования вот этого, она становится более актуальной. все, в принципе, все, что хотелось бы. Мы прорасширили в сторону Ломоносова перед школами. Да, да, вот еще коллеги высказали, что вот смотрите, здесь у нас входила как бы площадь, да, мы хотим сказать, что улицу Ломоносова тоже обязательно нужно включить, потому что здесь вот ДШИ находится, здесь еще одна школа находится. Библиотека. Вот, да, и библиотека. И, возможно, вот этот угол мы тоже сейчас чуть подвинуем, мы предлагаем вот эту часть тоже в проект прямо до моих документов до МФЦ. Потому что очень много, там очень большой трафик тоже, и люди, получается, перетекаются вот из улицы Ломоносова, и дальше, как бы вот, особенно большой трафик детей, и после городских мероприятий люди вот сюда в парк переходят. Поэтому эта территория тоже достаточно важной является, ну, вообще для проекта для самого развития. Просит тоже вот на это внимание обратить, потому что это та часть очень большой трафик. все, спасибо за внимание. Спасибо огромной группе. Здесь, как уж говорится, никто ничего, ни на что не обижается, все идеи имеют они место в жизни, и просто у меня единственное желание проектировщикам, чтобы вы учли вот забор нашего парка, тыльная сторона вот этих гаражей некрасивые, чтобы она была включена хоть за счет бюджетных денег через администрацию, через... да, и, конечно же, забор вдоль музея, он уже устаревший, это все нужно менять однозначно. Здесь, как Ирина Альбернатовна, ну, повторюсь, здесь отработать надо по земле, и обязательно там надо что-то делать, в таком виде оставлять нельзя. Конечно, про танк скажу, размещение танка, оно, в принципе, временное, и мы от безысходности его пока разместили, никому оно, может быть, не нравится в одном единственном экземпляре. Если ряд боевой техники там будет, это хорошо, но, уважаемые проектировщики и на улице, я вам напомню, что за последние 10 лет за счет наращивания объектов социальной сферы мы имеем нагрузку бюджета на их содержание больше 100 миллионов уже, годовое. Вот, все, что мы говорим, оно должно еще иметь в дальнейшем продолжение содержания. Все это можно разместить, создать, еще что-то, а надо еще бюджет иметь. К сожалению, за прошлогодние, ну, вот, я завтра буду отчитываться, у нас впервые миллиард восемьсот бюджет, но из них собственных доходов всего 400 миллионов. И мы опять что-то создадим и каждый год будем просить, что ли, а вот на его содержание дайте деньги. эти вещи, конечно, они, вот, тоже соизмеримы должны быть. И, конечно же, вот здесь, здесь можно и световую инсталляцию, все можно сделать. Я, конечно, однозначно согласен, если мы проезжую часть и от пешеходной отделим брусчаткой, но как мы ей на улице объясним, что мы в 19-м году только закатали тут 26 миллионов, и через два года мы его разбираем с новым брусчаткой. И как я объясню, например, тому же населению того же частного сектора, у нас всего 40 процентов в городе имеет асфальтовое покрытие. Тут ложат, ломают, ложат, ломают, а вот эти вещи тоже надо учитывать. Это тоже очень важно. Но здесь можно посылать, конечно, девскую идею сноса этих гаражей, выкупа, и, вот, может, тоже нужно отработать. Это непростая задача, но оно в рамках реализации вот этой программы это нереально, потому что там, если судебные тяжбы пойдут, это на годы. Но в дальнейшем вот его нужно. И мы конкретного очертания по этому дому, по прилегающей, с выходом сюда, без выхода сюда тоже же не имеем еще. Поэтому использование вот этой площади, будет зависеть от насколько, какой функции первые этажи организации будут закупать. Насколько поток машин туда большой. И, конечно же, момент незакрытия улицы Октябрьской, если мы хотим большой поток туристов или пешеходов, не только пешеходов, посетителей музея, однозначно здесь парковка нужна. У нас не с этой стороны нет, тем более, перекрестку близко. Здесь парковка нужна, здесь отделение нужно. Я тоже за сквозной проезд, может с каким-то ограничением, тоже так же. И мне идея еще, вот эта идея ограничения понравилась. Скейт-парк у нас будет, мы об этом говорили, но в целом все. И вот возле четвертой школы тоже нужно что-то продумать. со стоянкой, ну, с остановкой, временной остановкой машины. Стоянки не должно быть, остановка. Тоже упорядочить нужно. А так, в целом, я хочу очередной раз всем спасибо сказать. Ну, хотя, вот профессионалы должны заниматься, но идеи профессионалам как раз таки дают зажигательные. Здесь, моё мнение, музей там, от Сахи до космической ракеты что-то должно быть там, и вперед там устревляющиеся. Но, но это опять таки, я говорю, сложно будет его содержать. Создать-то его можно. Вот эти вещи все надо. А в целом, надеюсь, что-то получится. Ну, не за десять дней. Ну, это Минстрой, конечно, решает, если мы в конкурсе выиграем. Спасибо огромное всем за выступление. Давайте поблагодарим последние. АПЛОДИСМЕНТЫ муниципальное образование совета муниципального образования развивается, причём, и с поддержкой федеральных этих властей. Цицерский Иван Николаевич, мой товарищ, мы с ним буквально отмечали его день рождения, общались, и он высказал, вернее, мы обсуждали, насколько это важно, их работа, в том числе, поддерживать муниципальное образование. И огромное значение было уделено работе в малых населённых пунктах, потому что, как это признанно говорить, до царя далеко, тут до сюда что-то не доходит, ни денег, ни сил, ни времени, у каждого свои заботы, поэтому очень актуальна, конечно, та работа, которую вы ведёте. Единственное, что мне хочется сказать, огромное спасибо и большие пожелания, чтобы всё, что вы задумали, довести до конца, потому что, в конце концов, я хочу на пенсию приехать сюда, чтобы я шёл по парку, парковался, и было где мне провести время в музее в городе. От всей души вам огромное спасибо за вашу работу. Друзья, ну что, я не буду долго подводить итоги, потому что все устали, скажу только, что по музею, кажется, идеи совпали, и завтра в 11 часов, все, кто может, пожалуйста, присоединяйтесь на сессию по проектированию развития музея. И я думаю, что там у нас получится экскурсия по музею, может быть, коллеги расскажут про планы, и будет более понятно, как вообще можно с этим, да, дальше заниматься, и как можно это развивать. Мы всех ждём завтра, здесь же в 11.00. По поводу улицы Октябрьская, мы всё-таки попробуем привлечь экспертов по транспорту дополнительно, чтобы они нам по обоим вариантам дали вот это заключение, и мы с вами точно понимали, да, вообще наши возможности и невозможности, потому что часть мнений была всё-таки за то, чтобы попробовать объединить, часть мнений была категорически за то, чтобы поставить улицу проезжим, поэтому мы это прорабатываем вдумательно с экспертами. и также по площади кажется, что идеи совпали, по праву уже эти идеи собрать в какое-то проектное предложение и вернуться вместе с ним, в общем-то, обсуждать дальше. Следующее обсуждение, это у нас будет, наверное, в апреле примерно, скорее всего, по срокам, поэтому мы берём всё в работу и возвращаемся к вам с вариантами или с каким-то одним вариантом, возможно, подкреплёнными тоже заключениями коллег, экспертов. И всем большое спасибо ещё раз за то, что вы так много времени провели сегодня с нами, потому что никогда нас так было, как вам семинары, когда не шли. Здорово, что была дискуссия, был живой спор. Хочется сказать спасибо большое Кривическому музею, что вы нас пустили, прилетели на два дня и так с нами до 11 ночи, фактически. Спасибо вам огромнейшее. Вот, вы что-то скажете тоже. Ну, я хочу сказать всем спасибо, надеемся, что то, что мы задумали, у вас всё сбудется. Желаем всем нас в блогических успехах. И ждём завтра вас, кто сможет подойти, подойти, что вы. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Присоединяемся также к социальным сетям, можно сфотографировать вот этот QR-код и заполнить анкету. Спасибо огромное. До новых встреч. Скажем спасибо друг другу и доброй ночи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ